Здравствуйте! Сегодня на обзоре бюджетная новинка от компании PlayMe. Модель Flow. Ее особенности это достойная видеосъемка, причем как в дневное время, так и в ночное. Но опять же, учитывая его стоимость. Второе. Поворотное крепление мы можем снимать не только дорогу, но и при необходимости все, что происходит вокруг. Третье. Есть возможность докупить вторую камеру и сделать из этой модели двухкамерный видеорегистратор. И напоследок хочется отметить доступную стоимость, чуть больше 4000 рублей. Предлагаю все вышесказанное теперь изучить максимально подробно. Комплектация включает видеорегистратор, крепление на классической присоске, кабель питания и документацию. Регистратор компактный, 6,5 см на 6 см и 7 мм. Объектив захватывает 170 градусов. Сверху наблюдаем разъем под подачу питания, подключение второй камеры и отверстие для фиксации присоски. Нижняя часть имеет слот под карты памяти до 64 гигабайт и микрофон с клавишей Reset. На лицевой стороне двухдюймовый экран и клавиши управления. После подачи питания видим на экране классический интерфейс. Информация тут следующая. Дата, время, идет запись или нет, какая экспозиция и так далее. Тут же мы можем перейти в раздел просмотра видео и при необходимости найти нужный файл и показать его инспектору или участнику происшествия. Давайте также пробежимся по меню. Хоть функций тут и немного, но для удобства их разделили на два раздела. Они тут максимально простые и не вызовут у вас никаких вопросов. Ну и переходим непосредственно к самому главному. Это видеосъемка. К дневной съемке у меня замечаний никаких нет. Снимает действительно хорошо, опять же учитывая его стоимость. Даже успел протестировать его в дождь и также результат меня порадовал. Процессор тут установлен JL5601. Разрешение Full HD 1920 на 1080 30 кадров в секунду. А угол обзора 170 градусов. Также есть аккумулятор 200 мАч, датчик удара и 2-дюймовый IPS-экран, разрешение которого 320 на 240. В ночное время при слабом освещении фар номера также отлично фиксируются. Но если у вас стоят яркие фары, к примеру, это Xenon или же у вас LED-овские фары новые, современные, мощные, то порой сенсор не справляется и происходит засвет номеров. Поэтому на бюджетных автомобилях с галогеновыми фарами этот регистратор будет отрабатывать все свои деньги и номера будут читаться. А вот если у вас установлены яркие светодиодные фары или ксеноновые, то может появляться засвет. Это учитывайте при покупке. Надеюсь, данный обзор был для вас полезен и интересен. Если это так, то поддержите лайком и комментарием. Всем удачи на дорогах!